Рено объявило о выходе полностью нового третьего поколения электромобиля ZOE. Хотя дебютировавшая 7 лет назад модель модернизировалась лишь однажды. В 2016 году гамма пополнилась более производительным мотором и батареей. Нынешнее обновление на полноценную смену генерации тоже не походит. Например, кузов остался почти прежним. Изменились диодные фары, решетка, передний бампер и графика задних фонарей. В салоне новый руль, 10-дюймовый дисплей приборов, медиасистема с экраном на 9,3 дюйма и блок климат-контроля. На выбор два электродвигателя. 108-сильный остался без изменений, а более мощный – новинка. Оба мотора питаются от новой батареи. Вместо 40 теперь 52 кВт-часа. Помимо этого, появился новый режим рекуперации энергии, который позволяет не пользоваться педалью тормоза для замедления. Благодаря этому запас хода у старшей версии вырос почти до 400 км, а максимальная скорость – 140 км. В Европе обновленные Рено Зои начнут продавать осенью. Например, во Франции нынешний хэтчбэк стоит примерно 1 миллион 300 тысяч рублей. Заряженные мерседесы с индексом АМГ-35 уже появились почти во всех возможных кузовах. Недоставало универсала, но теперь есть и такой. Шутинг-брейк технически ничем не отличается от четырехдверного седана CLA. Здесь такая же бензиновая двухлитровая турбочетверка, семиступенчатый преселективный робот и полный привод с многодисковой муфтой, который подключает задние колеса по необходимости или распределяет тягу ровно пополам. В продаже заряженная версия универсала появится осенью. Цены пока не объявлены, но в Европе сожигалка будет стоить примерно 4 миллиона рублей. Субтитры создавал DimaTorzok